Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. У всех огромное сейчас заблуждение и куча мне вопросов посыпалась. Открыли ли границы все-таки между Турцией и Россией, когда мы полетим в отпуск, что вообще происходит? Многих людей в такое смутное ощущение загнала такая ситуация, что 14 июля турецкая сторона объявила о том, что мы открываем границы с Турцией. Вообще как-то так это звучала, сама фраза, эта повестка новостная, что границы открыты. И там небольшая приписочка была о том, что с нашей стороны. Четыре раза сразу на следующий день возросло количество поисков на авиасейлси или скайсканере билетов из России в Турцию. И как бы люди рванули покупать билеты, что будут как бы, разговор был, что аэрофлот будет летать обычными рейсами, да, не чартерными. И турецкие авиалинии. Но Россия, российская сторона никак на это не прокомментировала. И вот по сути, если кто-то сейчас летал куда-то, расскажите, я имею в виду с Россией в Турцию, как вы проделали этот полет, каким образом вы летели, можно ли улететь или нет. А на самом деле с российской стороны границы не открыты. Насколько я понимаю, полетов как таковых еще нет. Но, инсайт вам говорю, да, девочке, которая у меня уже была на канале, она, я думаю, будет это видео смотреть, тебе привет. Спасибо за информацию. Гидов в Турцию из России возят 25 июля. Будет чартерный полет. Их приглашали на 25 число сюда залетать, в Турцию, к 1 августу, как я поняла. То есть на данный момент, как я вижу информацию, я искала все в интернете, с российской стороны вообще тишина, никаких комментариев по этому поводу практически нет. Только очень маленькие выжимки. И, к сожалению, информации так мало, что это и вгоняет людей в какой-то непонимаемости, что, собственно говоря, и происходит. Таким образом, мы, по сути, не летим и ждем 1 августа, когда будут какие-то подвижки. И с последним, что буквально сегодня читала в интернете, в российском, я имею в виду, на основном каком-то агентстве, то, что ждем 1 августа, Росавиация будет давать комментарии, открывается или нет. И не чартерные, а просто полеты из России за границу будут всего лишь в нескольких городах России, их вроде бы 6. Москва, Питер самые крупные, короче, города-миллионники в стране. И, слава богу, мой родной Новосибирь в том числе, которые будут отсылать и принимать иностранные рейсы. То есть, это зависит, количество этих городов, число их, список зависит от эпидемиологической обстановки и того, как могут принять людей, разместить, проверить их и все-все такое прочее. На данный момент в Турцию приезжают туристы из Украины и Беларуси, потому что с 1 июля эти полеты возобновили, эти туристы прилетают. Прилетали украинцы также группами. Информация по поводу карантинов и всего прочего. Вообще, сейчас начнем, да, здесь в Турции очень странно выходит, что какие-то отели действительно соблюдают, даже если вы будете искать просто отели, если там в Турции жить, я, например, просто искала. Там есть уже такая полосочка в поиске, короче, отель, который в списке тех, что все предоставляет, для тех, кто боится заразиться и все такое прочее, но хочет попутешествовать, отдохнуть. В общем, отель, он стоит порядка чуть-чуть дороже, если он там суперобработанный, короче, у вас защита от ковид, там такое, приписочка такая на турецком языке. Типа, отель соблюдает вот эти санитарные нормы. Где-то я видела и слышала от знакомых, которые уже турки отдыхают, что у них все как раньше. Они едят шведский стол в небольших таких отелях, это 4-3 звезды, скорее всего, там. Не знаю, как это люди, скажем так, открываются, знаете, до первой проверки называется. Крупные отели, 5 звезд, там всякие супер-мупер навороченные. Там с этим гораздо все строже, и вот буквально там неделю назад у меня родственник был в Белеке в Титанике, и там не было шведского стола, там еда в столовой по меню. То есть, все, что было в шведском столу, они переписали в меню, просто тупо ты говоришь, что тебе привезли. Не ограничено, так же питайтесь, все то же самое, но просто вы не ходите, не набираете еду, вам приносят за стол, короче говоря, порционно, как в ресторане. Еще есть такая история, что можно набирать, в некоторых тоже отелях такое слышала, есть шведский стол, когда люди набирают питание себе еду, но пользуются одноразовыми пластиковыми тарелками для того, чтобы меньше там обрабатывать, ну, если они не уверены в обработке всего этого прочего, то есть вот этих материалов, да, тарелок, они их просто выкидывают, люди кушают на одноразовой посуде. Вот так. Почему кого-то не наказывают, кого-то там не штрафуют, может, кого-то и штрафуют, особо по телевизору эта история не освещается. Я вам сейчас эту информацию даю из моих, уст моих знакомых, там, родственников, кто где-то уже успел отдохнуть, куда-то поехать и, собственно, во всем этом поучаствовала. Вот по факту на самом деле имеем вот это. По поводу карантинов. У меня уже есть подписчицы, писали, вот вам спасибо огромное, подписывайтесь тоже в комментариях под этим видео, оставляйте информацию. У меня уже есть те, кто прилетал из Украины и Белоруссии сюда, в Стамбул, в Турк Шерри Лайнс они летели, просто как туристы. Не группа, не чартер никакой, просто для каких-то своих целей. А цели поездки не спрашивают в аэропорту, никакого карантина нет, справку, турецкая сторона о том, что ты там не болен, тест какой-то, ничего не требуется. Но в полете, там и в аэропорту, естественно, как здесь по закону, маски нужно носить, перчатки в Турции не обязательно, только маску везде просят. Если тебя полицейский поймал, ты без маски, 900 лир штраф у нас. Знаете, в чем я вам скажу вот эта вот неразбериха? Потому что министр здравоохранения дает одну информацию, потом в интернете, на официальном сайте туризма Турции другая немножко информация, санитарные правила выходят и для отелей, и для ресторанов, и для всего. То есть везде разная информация, и тупо люди не знают, блин, что делать. Нет, вот это как-то не слажено, они работают. Вот в этом вся проблема. Из новостей турецких в Стамбуле будем, да, про наши стамбульские новости. В Стамбуле, как я поняла, вышел совершенно буквально неделю назад свежий такой закон, распоряжение. Не закон, это распоряжение муниципалитета Стамбульского о том, что женщины, матери с детьми до 4 лет всеми видами общественного городского транспорта могут пользоваться абсолютно бесплатно. Не платить ни за ребенка, ни за себя. Наверное, при себе нужно иметь кимлик ребенка, свой кимлик тоже, потому что как же будут отверять, кому сколько лет. Дети есть кто-то побольше, кто-то поменьше, не выглядят там, никогда не поймешь, когда 4 годика. Знаете, как в детстве, помню, идешь когда в цирк, детям 3 лет бесплатно, там, родители там в очереди, скажем, что тебе еще 3 нету через месяц, а там тебе уже 4. Ну вот, короче, такая история, чтобы не прокадала, наверное, надо с собой носить качество удостоверения личности и документ на ребенка тоже, свидетельство по рождению. Но с чем связана эта инициатива? Инициатива с целью независимости матери с ребенком, женщины от семьи и от мужчины. Чтобы женщина всегда могла, если у нее нет денег или денег не дает муж, она домохозяйка, у нее вот такой абьюз домашний финансовый, чтобы она могла убежать от мужа, например, к своим родственникам уехать, к каким-то знакомым или в какую-то социальную службу поехать за помощью, чтобы, если у нее просто как бы проблемы финансовые у них с мужем, у них нет возможности. Пресс, кстати, в Стамбуле не дешевый. Я, честно говоря, точно сейчас не знаю, но я думаю, что автобус, который экспресс дальнего действия по городу, это называется дальнего действия по городу, но часа полтора-два идет, без пробок. Вот, например, из Бахчи-Шахира уехать в центр города, там стоило когда-то 5 лир в среднем по карточке, да, стамбульской проездной, не помню сколько, я не пользуюсь, к сожалению, общественной трассой, потому что по ценам, я вам сказать не могу, это вот цена прошлого года. Прошлым летом было где-то 5 лир стоил автобус, но такие 5 лир это 50 рублей билет на автобус, если что. Сейчас в России, в принципе, так же где-то, да, но именно по, если смотреть по стоимости продуктов, все прочее в Стамбуле, если ты много где пересаживаешься, ты же каждый раз за это платить будешь. Это не так, что ты сел на один автобус, уехал там в центр и везде все, везде надо платить метро, там у трамвая и всякое прочее, набегает немаленькая сумма. Если ты, например, работаешь каждый день, ты это просто едешь, тратишь. Такие деньги, короче говоря, с этой целью проезд у матери с детьми до 4 лет здесь бесплатный, в Стамбуле. Очень, кстати, приятно, молодцы, классная инициатива. И такая новость, я бы не хотела ее сначала освещать, потом подумала, почему бы и нет, все равно вы сюда поедете, кто-то в Стамбул узнаете или это обсуждаете. Это почему-то очень сильно обсуждалось на просторах русскоговорящего интернета, инстаграма. Нас лично это никак история не зацепила, но есть люди, которые очень сильно в интернете сотрясали воздух, по этому поводу высказывали, и такой прям инфоповод был. Инфоповод такой, что Айсофию Саборда, которая находится в Стамбуле, главная одна из главных примечательностей вообще, в принципе, Турции, Востока, она находится под охраной ЮНЕСКО, ее снова переделали в действующую мечеть. Почему я так улыбаюсь? Потому что эта история, вообще, это такое древнее самое построение, мы уже полторы тысячи лет, она в 326-м вроде году построена, я тут честно так на свитку не вспомню, это приблизительно. И с тех самых пор, это и был и собор христианский, да, православный, потом мечеть, потом музей, потом опять мечеть, все это, короче, менялось, строилось, рушилась, история происходила. Короче, это всегда подвергается каким-то изменениям. И вот уже последние все годы это был музей, а теперь это опять действующая мечеть. И вот начались споры, ну это же, короче говоря, я в эти споры вникать не хочу, просто вам доношу информацию, чтобы люди, которые очень к сердцу это больно восприняли и обсуждали, стоит это или нет. И вот тема религиозна, тема вероисповедания. То есть мусульмане рады, кто верующий, что они пойдут туда, да, молиться. Собор как бы будет действующим музеем, но на время молитвы пять раз займем, будет закрываться, просто будут в это время молиться. Потом помолились, короче, разошлись, открыли, дальше туристы пошли, вот и все. Собственно, ничего особо-то не меняется, вроде бы как. Да, пока что такая информация. Ну и лично я хочу сказать, что люди здесь светские, которые нерелигиозные, турки, мусульмане, они нормально к этой новости отнеслись, это их не задело, они как-то там, я не знаю, возмущение, знаете, честно скажу, просто среди народа, новости Турции, да, среди просто людей, нафига вы это делаете? И большинство думающих здесь людей просто восприняло это как очередной инфопод, чтобы перевести внимание людей от экономических, коронавирусных проблем и всякого-всякого такого прочего. То есть, это просто созданный искусственный инфоповод для переключения общественного внимания, что, собственно, и происходит во всех странах, я вот могу сказать по России, по новостям, да, акцентируется внимание на какое-то... Ну, это государством созданная новость, вот и все. Поэтому страдать от этого... Музей продолжает работать, по сути, ничего не меняется, близко к сердцу не воспринимайте, ничего серьезного. Ну да, переменилось какие-то изменения, но это для того, чтобы это обсуждали, вот и все. Так что это слишком не надело большого шума здесь, в Турции, как нежели на просторах русского интернета, русскоговорящего, люди это все очень сильно обсуждали. И люди религиозные, конечно, вступают в всякие споры, обсуждения эти. Я считаю, что это просто не нужно. Не обращайте на это внимания, музей продолжает работать, вы всегда его можете посетить. Спасибо за ваше внимание, это были такие новости Турции на сегодняшний день. Пишите ваши вопросы, пожелания в комментариях под этим видео, под видео я всегда оставляю свою почту для связи, вы можете написать мне e-mail. Спасибо за ваше внимание, всем пока!